В массовой драке в жилмассиве Радужный пострадал полицейский, четверо человек задержаны, среди них участник АТО и активисты патриотических организаций. Разборки начались из-за обычного соседского недоразумения и алкоголя. Драка в Радужном началась из-за парковки. На этом сходятся и местные, и полиция. Нетрезвой компании не понравилось, как сосед поставил машину. Слово за слово и оппоненты вооружаются. Водитель, он был с женой и ребенком, берет биту. В ответ мужчину слепят газовым баллоном. Еще хорошо пошел дождь, и многие дети просходились по домам. Но вообще детей было много, людей было много, в принципе. И все это происходило, вон первая парадная, он это происходило напротив первой парадной. Да, в градусе, да, там, где были люди. Дядя в зеленой куртке, сделал болевой прием. Дядя в свитере. И он его сильно убил, он говорил, который был в свитере, что он выйдет и всех поубивает здесь. На место постепенно съезжаются более десяти экипажей полиции. Но пресечь потасовку им не удается. Зато к ней присоединяется еще один нетрезвый мужчина. Сначала он забирает у копов резиновую дубинку. Затем отмахивается от патрульных и локтем бьет копа в лицо, ломая ему нос. Сотрудник полиции находится в лоротделении одной из городских больниц, проходит лечение, находится под контролем медиков. Получил травмы достаточно серьезные, это перелом костей носа. Там полностью закрыто лицо, вот, и лучше пока его не беспокоить. Четверых дебоширов в конце концов доставили в отделение полиции. Среди них участник АТО и активисты из патриотически настроенных организаций. Один из задержанных Сергей Ходияк, фигурант дела 2 мая. В его рамках мужчину подозревают в убийстве. Тем не менее, он находился на свободе. В полиции начали два уголовных производства. Первое касается нападения на полицейского, второе – хулиганских действий. Задержанные пока остаются в изоляторе, завтра им выберут меру пресечения.